Уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова проводит регулярные личные приемы в Подмосковье. Встреча с жителями – это возможность решения проблемы прямо на месте. За одним столом представители Управления образования, социальной защиты, Центра занятости населения, уполномоченные по правам человека в Одинцовском районе Наталья Байрамова. Среди женщин, обратившихся за помощью, немало многодетных. Например, жительница Нового Яскина, Надежда Бажина, недовольна тем, что их семье отказали к предоставлению путевки в летний лагерь, а также в череде новогодних елок для них не нашлось бесплатных билетов. Соль защиту обращалась, сказали, обращайтесь в школу и в детский сад. В школе нам предложили билеты в волейбольный центр и на фиксиков в Крокусити. В итоге их тоже не оказалось. Как выяснилось на встрече, зачастую подобные вопросы возникают из-за того, что многодетные семьи не знают о положенных льготах. По мнению детского омбудсмена, необходимо задействовать все возможные информационные ресурсы. Сегодня будут еще вопросы по поводу льгот, по поводу многодетных семей. Но вот по поводу детского отдыха могу сказать следующее. Здесь очень важно, чтобы администрация все-таки наладила информационный канал для жителей. Потому что люди приходят даже не решить вопрос летнего отдыха. Они приходят узнать возможность, что можно, что нельзя, где можно получить льготу, как можно получить выплаты на детский отдых. И для меня сейчас важно, чтобы нас услышали, и чтобы по возможности во все каналы информационные дали эту информацию. Это будет касаться и школы, и сайта общественной палаты Одинцовского района, и сайта администрации, чтобы везде это было, чтобы на эту информацию натыкались все мамы. Разобраться в каждой проблеме детально и найти решение. Задача омбудсмена – услышать человека, понять и подсказать, как действовать дальше. Светлана Салтыкова из Одинцова обеспокоена летним отдыхом детей. Воспитывает двоих сыновей одна. Временно не работает. Проблем немало, но чтобы раскрутить клубок жизненных перипетий этой женщины, нужно просто протянуть ей руку помощи. Давайте, во-первых, первое – найдем работу. Точно. Мама должна работать. У нее двое несовершеннолетних детей. Мама должна работать. Значит, это с нас. А этой молодой маме не хватило путевки в детский сад. Год назад женщина потеряла работу из-за того, что закончился отпуск по уходу за ребенком. Плюс ко всему, семья выплачивает ипотеку. Заместитель начальника управления образования Жанна Шрамко пояснила, что доукомплектование детских садов будет в августе. Тогда, скорее всего, семья сможет получить путевку в детский сад. Иногда комбудсмены идут не за решением проблемы, а просто за поддержкой. Элеонора Борисовна рассказала о своей ситуации. Муж после развода не платит алименты. Ксения Мишонова тут же звонит мужчине и напоминает, что за неисполнение решения суда придется нести ответственность. Личный прием детского омбудсмена в Одинцово продолжался более четырех часов. Мария Подъепольская, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.